всех рад приветствовать на наших встречах меня зовут кирилл варипаев финансовый директор дода брендс сегодня мы поговорим с вами о том чего мы ожидаем от 2021 года наших планах прогнозах надеждах прогнозировать нелегко особенно будущее но даже плохой план лучше чем его отсутствие поэтому на следующие 10 минут мы с вами превратимся финансовых прогнозистов сделаем наши ставки и потом в течение года будем наблюдать насколько они оказались точны поэтому как говорится запомните этот твит мы поговорим про четыре ключевых показателя высокого уровня показателя дода пиццы это выручка сети количество точек и беда года брендс и капитальное вложение нашей компании до до брендс давайте начнем с выручки сети на этом слайде вы видите график роста выручка сети за последние пять лет но сначала напомню что такое выручка сети очень важно не путать ее с нашей выручкой нашей компании до до брендс выручка сети это продажи всех ресторанов под нашими брендами как наших собственных так и франчайзинговых и этот показатель показывает общий масштаб нашего бренда масштаб нашей совместной с партнерами экосистемы как вы знаете в 2020 году мы выросли на 27 процентов чуть чуть не достигнув отметки в 26 миллиардов рублей за последние пять лет это был самый низкий темп прироста на то есть две причины во первых мы уже достаточно большие в нашу пользу уже не играет эффект масштаба каждый дополнительный рубль выручки дает меньший прирост в процентном выражении и во-вторых коронавирус конечно внес свои коррективы в 2020 год особенно во второй квартал первую первую волну коронавируса и первый локдаун и сейчас я приоткрою перед вами завесу тайны что же мы ожидаем от 21 года делайте ваши ставки итак друзья в двадцать первом году мы ожидаем ускорение относительно двадцатого года прирост на 36 процентов и планируем преодолеть отметку в 35 миллиардов рублей обратите внимание что если мы выполним этот план то выручка сети прирастет почти на 10 миллиардов рублей и в абсолютных значениях это будет самый большой прирост за всю нашу историю теперь заглянем под капот этого показателя и посмотрим из чего он складывается нас есть три основных сегмента бизнеса три основных бизнес юнита это евразия международный мастер-франчайзинг и стартапа от евразии в этом году мы ожидаем прироста на 34 процента почти почти до 30 3 миллиардов рублей международный мастер-франчайзинг в этом году должен почти удвоиться и достигнуть отметки два миллиарда рублей выручка сети и если все сложится то это будет первый год когда международный мастер-франчайзинг ставит более пяти процентов от общих продаж всей сети. Стартапы, по нашим прогнозам, вырастут почти в полтора раза, но все еще пока не будут вносить существенного вклада в общий результат. Переходим к следующему показателю – количество точек в сети. Этот год, прошлый год, 2020 год, мы закончили на цифре 679 точек, включая один Дринкет и один Донор, 42. И что же в этом году? Друзья, мы планируем прирасти более чем на 150 новых точек и преодолеть отметку 840 точек в нашей сети к концу года. И давайте снова посмотрим, из чего же это складывается. Евразия даст самый большой прирост, вырастет более чем на 130 точек. Большой отложенный эффект с 2020 года. В 2020 году открываться было сложно, сложно искать помещения, делать стройки, поэтому много запланированных открытий перенеслось на 2021 год. На международных рынках, вне пределах Евразии, мы планируем, что сеть более чем удвоится и преодолеет отметку в 40 ресторанах. И стартапы здесь сложнее всего прогнозировать, но как минимум удвоение с 10 до 20 точек на такой рост мы надеемся в текущем году. EBITDA. Друзья, что такое EBITDA? Если расшифровывать эту аббревиатуру, это означает прибыль без учета финансовых расходов и доходов, налогов, амортизации. Проще, наверное, было бы сказать, что там учитывается. Но простым языком EBITDA – это показатель прибыльности, это не сама прибыль, но это показатель прибыльности, который часто используют бизнесы. Вы видите, что мы уже с 2018 года прибыльны по EBITDA, и в 2020 году показали достаточно существенный прирост. EBITDA составила более 200 миллионов рублей. И что же мы ожидаем в 2021 году? И такое совпадение, мы к нему не стремились, но наши прогнозы показывают, что в 2021 году EBITDA останется на том же уровне. И чтобы объяснить эту динамику, нужно еще раз нам заглянуть в наши сегменты. Здесь в нашей таблице появится еще один сегмент – наша корпоративная розничная сеть. Евразия. Сегмент Евразия включает в себя не только франчайзинг, но и контакт-центр, и наши центры производства теста в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году почти 400 миллионов, 370 миллионов EBITDA показал Евразия, и прирастет в 2021 году достаточно существенно на более чем 70 миллионов рублей. Сегмент международного мастера франчайзинга пока еще не прибыльный. В этом году он был, можно сказать, около нуля. В 2021 году мы ожидаем, что мы еще проинвестируем в АМФ почти 20 миллионов рублей. Корпоративная розничная сеть в 2020 году показала EBITDA 44 миллиона и вырастет в 2021 году до 70 миллионов. И самое важное, и самое критическое влияние на итоговый результат – все стартапы, 4 стартапа суммарно в 2020 году оказали негативный эффект на наш PNL почти на 200 миллионов рублей суммарно. И в 2021 году этот эффект, он и только увеличится, и минус 280 миллионов EBITDA ожидаем от стартапов. Это запланированный показатель, это наши инвестиции в их будущее, в наше с вами будущее. То есть, резюмируя, что можно сказать, что наши основные и более зрелые бизнесы, Евразия и корпоративная розничная сеть, показывают прирост EBITDA, и мы ожидаем, что он продолжится в 2021 году. Но почти весь этот прирост будет съеден стартапами при небольшой поддержке еще международного мастера франчайзинга. Ну и последний показатель, здесь даже не буду томить вас анимации, капитальные вложения. Капитальные вложения – это инвестиции Dodo Brands в строительство ресторанов, строительство центров по производству теста. То есть, это такие более существенные вложения, фиксированные активы, так называемые. В этом году, в 2021 году, примерно на уровне 2020 года, в районе 250 миллионов рублей, составит капекс. Вновь смотрим на наши сегменты. Сегмент Евразии прирастет с 50 до 80 миллионов рублей. Основные инвестиции здесь направлены на развитие наших центров производства теста в Москве и в Петербурге. И интересный факт, что в 2021 году достаточно существенные инвестиции мы делаем в Петербургский центр производства теста. Он станет более современной, более эффективной. Команда международного мастер-франчайзинга почти не оказывает никакого влияния на инвестиции. Наша собственная розница в 2020 году более 100 миллионов рублей проинвестировала в строительство новых точек и почти в полтора раза увеличит инвестиции в 2021 году. Стартапы в 2020 году почти 100 миллионов рублей проинвестировали в строительство своих точек. В этом году мы ожидаем снижения. Снижение вызвано тем, что дальнейшее развитие почти на всех рынках и на всех направлениях уже планируется за счет развития франчайзинга. Мы будем продолжать строить собственные точки, но уже в меньшем количестве, чем это делали в 2020 году. И в завершение еще несколько ремарок. Я знаю, было очень много цифр. Вы, наверное, утомились. Конец уже близко. Как и обещали, мы планируем направить 15 миллионов рублей на выкуп акций у сотрудников. Новости по этому проекту ждите уже скоро, в начале марта. Более 35 миллионов рублей составит снижение баланса национального маркетингового фонда в России. Это означает, что в этом году на маркетинг в России мы потратим на 35 миллионов рублей больше, чем мы соберем от партнеров. Ну и важное завершение. Все эти инвестиции, тем не менее, позволят нам поддерживать здоровый, безопасный запас денежных средств на наших счетах. В этом году мы не планируем привлекать внешние инвестиции, размывать наших акционеров. Мы будем также продолжать увеличивать использование кредитных средств, но в целом наше состояние ликвидности остается очень надежным. И даже в каком-то стресс-сценарии, пессимистичном сценарии мы планируем, что сможем его пережить своими силами. Друзья, надеюсь, что через полгода сделаю апдейт и покажу вам, как мы двигаемся по этому плану. На этом все. Желаю вам хорошей недели. Счастливо.